Я не знаю, история, да, GTA Sampa и в частности Arizona RP и всего прочего, то есть разработчики, Альберт какой-нибудь там прочие вот эти все люди, каникулы нормальные, месяцок отдохнуть там, вообще вот то есть у школьников каникулы и что вообще на этой самой Arizona RP творится, они не могут все это сделать, они уже откроют и 15 сервер и Arizona RP тогда станет просто каким-то, когда они вот приобретают какой-то свой онлайн, какую-то свою аудиторию. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP, вся дополнительная информация в описании. Как вы наверное можете знать, когда Arizona RP открывает свой новый сервер, я в стороне не остаюсь, ну практически никогда, постоянно знаете ли, записываю какие-то видеоролики о том, что вот Arizona Roleplay, Arizona Games, Arizona все прочие вещи, она открыла новый сервер, там вот зафулился он до талого, просто 1000 игроков с первой секунды, все вот это вот прочее. И этот случай он наверное не станет исключением, потому что тут разумеется, ну я опять-таки обо всем этом расскажу, повторю возможно слова, которые говорил до этого, повторю может быть еще вот нечто прочее. Вообще такие видеоролики об новых серверах Arizona RP, они в целом бесполезны, но для каких-то таких знаете, для исторической такой справки, может быть для всего прочего. Ведь канал мой по сути он знаете такая, я не знаю, история, да, GTA Sampa и в частности Arizona RP и всего прочего. То есть тут вы можете найти информацию, допустим, там я не знаю, на Андресу Крея, на Павлова, там я не знаю, на Вертеча, практически на кого угодно вы можете найти все, что угодно, все, что там за ними было, все, что там за ними не было. И вот в случае с Arizona RP я думаю, что будет примерно то же самое. То есть вы сможете найти там видеоролики по поводу Arizona RP, когда они там открывали сервера, когда они может быть там, я не знаю, не дай бог, начали закрывать сервера, когда они там начали делать все прочее. И поэтому я думаю, что за мной есть такой, знаете, должок некий делать вот эти вот все видеоролики, в которых я говорю о том, что вот Arizona RP, Валик, Стас, разработчики, Альберт, какой-нибудь там прочее, вот эти все люди, они открыли новый сервер и вот он опять-таки зафулился и там 14 тысяч онлайн. А вообще изначально я не особо понял, зачем открывать, типа, посередине учебного года, посередине вот этих вот всех прочих вещей, типа, сервак новый, зачем, для чего, нафига, непонятно. Однако, не так давно я узнал, что у школьников-то, оказывается, каникулы, блядь. Я вообще, я забыл об этом, то, что у них там, знаете, какие-то недельные какие-то, не знаю, может быть, двух, сколько у них там каникулы идут, я не знаю. Потому что, когда я в школе учился, ну, я не мог это, какие-то, блядь, каникулы, блядь, неделю отдохнуть, это чё такое, нахуй? Это ты только, я не знаю, это одну неделю тебе нужна, чтобы там режим сна восстановить и уже всё, какие, блядь, каникулы? Чё это, чем это назвали? Это какая-то залупа, блядь, а не каникулы. Каникулы нормальные, там, месяцок отдохнуть, там, около того, и то, за месяц ты уже, да, блядь, я уже и за неделю заёбываюсь, типа. Мой режим сна, он не то, чтобы за вот эту вот неделю не восстанавливаться, он вообще по полной пизде идёт, когда я не должен никуда идти, когда я там не должен ничего делать. Тогда режим сна вообще идёт по пизде, и всё здоровье идёт по пизде, и всё вот это вот прочее. Вот за месяцок ты, там, знаешь, три недели весь этот свой режим сна гробил, 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 а вот в последние, там, дня три, вот, всех этих, я не знаю, каникул, всех прочих вещей, ты такой, типа, ну, ну да, вот, типа, всё нормально. Вообще, хоть кто-то, ну, не важно, ладно. Вообще, вот, то есть, у школьников каникулы, и так всё это совпало на все вот эти, вот, знаете, обновления на Аризоне РП, посвящённые Хэллоуину, когда там X2 Опыт, X85 Донат, X, там, вот эти вот все прочие вещи. Разумеется, все серваки фуловые, разумеется, все серваки фульные, и чуваки, которые, может быть, и слышат об Аризоне, может быть, хотят поиграть, может быть, хотят зайти, может быть, хотят там посмотреть, что вообще на этой самой Аризоне РП творится, Они не могут всё это сделать, просто потому, что там, блядь, фуловый онлайн, и через лаунчер Аризоне РП, хотя сейчас это пофиксили, но до этого была просто какая-то ёбнутая хуйня. Ты один раз заходишь, если ты с первого раза не зашёл, там всё, типа, сервак не отвечает, и зайти ты больше не можешь, ты должен, там, я не знаю, F6 нажимать, слэш Q или точка и краткая, выходишь, заходишь, опять такой, типа, блядь, опять та же хуйня, перезаходишь, выходишь, всё прочее вот это делаешь. И вот, они решают открывать новый сервер, уже 14-й, и, я думаю, что уже, знаете ли, не за горами, на каких-нибудь, может быть, зимних каникулах, или уж, я там, не знаю, на коренях, на летних каникулах, они уже откроют и 15-й сервер, и Аризоне РП тогда станет просто каким-то беспрекословным лидером во всех этих вот проектах, серверах, догнав, по сути, сам ПРП. А уж летом, там, и 16-й, я думаю, сервак будет, и уже тогда, знаете ли, абсолютный лидер во всей этой GTA-самповской сфере, обогнавший абсолютно всех и вся, просто за счёт того, что они, знаете ли, как-то упорством всё это добивались, как-то вот заказывали всю эту рекламу, постоянно выпускали свои вот эти вот все обновления. Проблема серверов в чём? Когда они, вот, приобретают какой-то свой онлайн, какую-то свою аудиторию, они думают, что всё, мы короли, у нас там есть 100 онлайн, а у нас есть всё, нам больше ничего не надо. И вот это вот самое плохое, что может вообще случиться с разработчиками, создателями, основателями всего этого проекта, потому что, как только появляется какой-то самый первоначальный, самый первостепенный онлайн, человек 100, 150, 200, нужно ебашь, 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 потому что это только начало, и обновлений нужно выпускать ещё больше, чем вообще их было до этого, потому что, если их не выпускать, то это просто пиздец, игроки такие, типа, блядь, а чё нам делать на этом проекте? Типа, мы вообще не знаем, а что? Ну вот, типа, есть проект, на нём можно играть, есть вот эти вот, все знаете, или системы, там можно, я не знаю, воровать машины, там, варить наркотики, продавать оружие. Бля, мне монетизацию на этом ролике точно снимут, я нихуя не заработаю. А месяц-то ноябрь, это вот один из тех месяцей, месяцов, месяцевских, месячных, когда ты можешь заработать, типа, нормальные деньги, и вот, сука, мне вот монетизацию за всю эту хуйню и снимут. Однако, ладно, вообще, я записываю данный видеоролик, когда открытие идёт, но я уверен, что оно пройдёт точно так же, как и все остальные открытия, и онлайн закрепятся, и у Аризоны будет 14 тысяч онлайна на своих вот этих вот серверах, и они смогут, там, знаете, позволить себе, возможно, ещё одну яхту, может быть, уже вертолёт, может быть, какой-то, не знаю, маленький остров где-нибудь купить, и уже, вот, вроде того, они смогут себе всё это позволить, всё это сделать, и я уже жду, когда у Аризоны РП появится 15 сервер, чтобы они такие, типа, ага, сам ПрП, можем повторить. Хотя, тут, разумеется, с сам ПрП аналогия неправильна, потому что у сам ПрП было всё, и вот, как раз-таки, они забили на обновление, забили на рекламу, ну, реклама-то бог с ней, она тогда не особо нужна была, а вот на обновление они забили, и, типа, игроки такие, а зачем нам играть на этом проекте, если тут обновлений вообще нету, и нету ничего интересного, что могло бы нас тут зацепить, поэтому пойдёмте на другие проекты, и начали постепенно уходить, потом, там, начали всех что-то банить, перебанивать до 2038 года, и вообще пошла какая-то полная залупа, поэтому всё непонятно было со стороны сам ПрП. На Аризоне РП этого, конечно же, нет, вы могли видеть на моих видеороликах, я еду, там, могу перевернуться, пишу в репорт, мол, переверните меня, я, там, перевернулся, переверните машину, сделайте с ней что-нибудь, и они переворачивают просто админы, вот так вот помогают людям, или, там, знаете, машина у меня куда-то улетела, я такой, говорю, пацаны, блядь, не могу вытолкать, помогите, они постоянно помогают, они хорошие люди, они, в целом, ну, типа, всё у них там хорошо отлажено, и Аризоны РП, это прям, вот, знаете, некая любовь, да, у нас с ними уже на протяжении двух лет, вот в марте 2021 года будет уже три года, как мы с ними сотрудничаем, любим друг друга, и всё у нас, в общем-то, хорошо, наверное, а может быть, нет, ну, скорее всего, хорошо, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем молодцы, всех люблю, возможно, оформляйте спонсорские подписки, заходите на Аризона Рулю Плей Феникс, это, кстати, самый первый сервер из 14 серверов, поэтому заходите, и, там, покупайте, промокод вводите, и никнейм мой вводите, и подписывайтесь на мой телеграм-канал, и всё прочее тоже делайте, до свидания, всем пока.